Всем привет! Сегодня готовим белорусский суп жур. Это родственник всемирно известного журака. Польский больше, наверное, известен, но они родственники, они делаются по примерно схожим рецептам, но только как вот, например, борщ. Он есть украинские версии разные, а есть, например, донской, казачий и все прочее. То есть, как бы, блюдо кочевало, и в связи с изменениями быта или каких-то продуктов туда входили и выходили те или иные ингредиенты. Значит, что нам нужно для приготовления белорусского супа жур? Нам нужна закваска ржаная. Я вскипятил чайник, налил воды в кастрюлю, остудил ее так, чтобы держался палец, или можно было пить, условно говоря, ну, примерно такая температура, и положил туда ржаную муку грубого помола. Перемешал, и стояла она у меня где-то 3-4 дня до тех пор, пока не появился характерный такой бражный запах закваски. Значит, что нам еще потребуется? Для белорусского супа, отгадайте, конечно, картошка. Картошка. Все. Морковь. Если я уж взял в руку, может быть, но необязательный ингредиент. Есть, пожалуйста, нет, обойдитесь без моркови. Но я сделаю, я потру ее в терочку, чтобы она растворилась, и какие-то веселые акценты у нас чуть-чуть так время от времени появлялись. Значит, делаем мы это все на сливочном или топленом масле. У меня тут есть чуть-чуть топленого, есть кусочек какой-то замызганный, ну, хороший, но такой какой-то весь уже перемятый сливочного, надо его использовать. Значит, укроп, лавровый лист, здесь у меня, значит, 2 луковицы и 6 чеснока. Белые колбасы, белые колбаски, ну, можно назвать их мюнхенские колбасы, можно назвать какие-то просто белые колбасы, но смысл в том, что вот они идут туда. Еще раз напомню, у меня на плите стоит вареный бульон из свинины, из свиных костей. Ну, типа такой кости я взял, выварил их, и получился такой, как холодец, жидкий. Значит, еще потребуется душистый перец совсем чуть-чуть, и майоран совсем чуть-чуть. Можно положить мой любимый дробленый перец, я его обожаю. Значит, сливки, яйцо, это для подачи, и, вот посмотрите, я отдельно выведу, это сухие овощи для супа, суповой набор. Угадайте, кто производитель. Правильно, под видео будет ссылочка на интернет-магазин, где вы где-нибудь, я думаю, в феврале 22-го года. Ну, сейчас мы их сертифицируем, доводим до ума, там будут приправы, возможно, какие-то специи, линейка появится. Но так, чтобы можно было взять, вот так просто взять в пассеровку, положить сухих овощей, для того, чтобы сделать суп, любой суп более ароматный, такой настоящий, вкуснее намного. Вот в таких баночках мы выпускаем специи и приправы, которые можно использовать в приготовлении еды. Подробности будет позже. Когда выйдет этот выпуск, наверняка этой ссылки не будет, вы пока переходите по ссылкам в описании, там есть ссылка на нашего генерального спонсора. Модный дом Алиси и Фиори. Впоследствии появится ссылка, по которой вы сможете купить такие специи. Я прямо так целую картошку закладываю в кипящий бульон, и потом я буду ее вылавливать, я ее растолку, она не будет кусками лежать. Сразу же можно пойти и закладывать в кипящий бульон картошку. Это номер один. Я забыл сказать, что специи как раз будут и для рыбных супов, и для куриных супов, и для борщей, щей. То есть я считаю, что у каждого, кто любит варить супы, должны быть такие специи. По демократичной цене, не дешево, потому что дешево это то, что не пахнет и невкусно. А то, что стоит вменяемую стоимость, плюс еще баночка, в которую можно положить все что угодно. То есть когда специи кончатся, можно будет еще купить специи, а эту баночку использовать в своих, о, замечательный запах, в своих каких-то правильных целях. Так, яйца откладываем. Это у нас вообще в конце нашего балета Матлезонского. Теперь вот это вот маслице надо выложить. А, ну тут вполне достаточно костромское масло наше. Лавровый лист сразу туда. Уже что-то потемнел. В холодильнике лежал, какой-то задохнулся чуть-чуть. Чеснока я положил в этот суп много, может даже больше, чем нужно. Это по вкусу, опять же. И лук тоже нарежу не мелко, а вот какими-то такими вот. Знаете, если у меня вот есть представление, да, я был в Белоруссии много раз и в Польше, то почему-то в Белоруссии это, мне кажется, жур это деревенским супом. Я не представляю, чтобы его в Минске, например, готовили. Хотя, наверное, готовят. А вот журок почему-то кажется, что его готовят везде в Польше. Такие вот у меня какие-то вот свои, свои такие странные ощущения. Я так чувствую, видимо, страну. Так, ну что, чуть-чуть душистого перца. Ой, душистого. Чуть-чуть добленого перца. Чуть-чуть душистого перца. Буквально немного. Чуть-чуть майорана. Буквально там обязательно надо положить вот столько овощей. Вот таких. Красота какая. Ой, ошибает. Класс. Душистые какие-то. Пробовала, да? Вообще прямо класс. Сильные. А дешевые, они вообще не пахнут. Меня научили. Я, прежде чем чем-то заняться, въедаюсь так, что ого-го, потом еще преподавать могу. Значит, натертая морковь. Тут у меня две, я положу одну. Вот так вот. Одну положу. А это я ставлю для другого супа. Смотрите на канале Шеф Шаров. Другой суп. Там картошка, кстати, булькает по страшной силе. Я... Ой, красота. И колбаски тоже прямо сюда. Бабахнем сейчас. Их можно есть прямо в шкуре, поэтому... Чистить я их не буду. Такие вот пятаками сделаем. Ой, красота какая вообще. Видите? Порция такая, чтобы рог радовался. Не совсем, чтобы развалилось. И не совсем, чтобы мелко прозрачно было. Где-то здесь в пачке, по-моему, грамм 450-500. Но у меня 6-литровая кастрюля, поэтому где-то вот так. Но учтите, что у меня еще есть там бульон. Прикидывайте концентрацию уже как бы по своему карману, вкусу и так далее. Если хотите заморочиться, можно их поджечь на огне. Просто на огне поджечь, там, гриль или где-то еще. То есть поджарить их, чтобы они бы зарумянились. То есть у них яркий вкус будет, подкопченности. То есть тоже как бы такое возможно и прямо очень здорово будет. Но я не стал заморачиваться. Я считаю, что это в данном случае это не играет роли. Все, ставим на огонь. А сейчас мы замутим заправочку из сливок. Белорусские, кстати, берем сливки. 20% светлогория. Мне не стыдно. Я беру светлогория и сырки беру светлогория. Сливки мне нравятся. Они ответственные. Вы можете взять любые сливки. Белорусские просто. Знаете, как белорусским сливкам и вообще всем, кто в светлогории работает, будет приятно, когда мы делаем белорусские сливки. Здорово. Берем горчицу. Немножечко. Раз. Хрен, который, как известно, редьки не слаще. Вообще, что-то я запаковал прямо. Нормальный такой хрен. Гадский папа. Вообще, я вроде не хилый парень. Не. Давно уже здесь стоит. Так, подождите, я не сдамся. Старый нож. Усрамся, но не сдамся. Орешек знания прост. Но все же мы не привыкли отступать. Все. Или орешек знания тверд, по-моему. Нам расколоть его поможет. Кинорурнал. Хочу все знать. Хороший хрен сохранился. Дорабленый перец. Ну, все-то потом выльем туда. И хрен. Соль. И укроп. Вот такой замут сделаем сейчас. Это такая заправочка, которую мы будем выливать в наш жур. В журике мы закладывали сметану. А все это закладывали в пережарку. То есть, в принципе, родственники, но вот такой вот способ. Есть разные способы. У меня такой. Пошли. Ну что, вот нашу жжаную закваску надо процедить через сито, чтобы всякие разные мелочи оттуда улетучились. Все равно, даже если мы муку делали, грубого помола, все равно я сейчас покажу вам, что останется. Она же распухла. Каша нам эта не нужна, соответственно. Зачем нам эта каша? Пахнет хлебной закваской, ржаной такой. Ну, не сильный запах. Если вы хотите посильнее, то 4-5 дней. У меня вот 3 дня стояло. Но, в принципе, запах есть. Все в порядке, все четко, все работает. Вот, я просто взял очень такую довольно теплую воду, очень теплую воду, кипяченую, соответственно, теплую воду, остывшую. Вот, положил ржаную муку, грубого помола, и поставил в теплое место. Перемешивал раз, там, в день. Перемешивал, смотрел, и вот у меня, что у меня получилось. Все, в кастрюле, в принципе, картошка наша сварилась. Я ее не буду оттуда вытаскивать. Там же у меня не куски мяса, там у меня ничего такого особенного нет. Я думаю, зачем я буду ее вытаскивать, если можно прямо там ее взять и растоптать. Вот, можно, конечно, если вы хотите, можете частично перемолоть, частично ее сварить, чтобы кусочки картошки были. Я всегда видел, как жур подают без куска картофеля. Мне так почему-то всегда встречалось. Поэтому я тоже не выпендриваюсь, а чисто беру вот в бульоне, там, с кусочками мяса волокнистыми, беру и перемалываю, перетаптываю даже. В блендер не надо, потому что там же мясо, мясо должно остаться. Вот что у нас получилось в кастрюле. Куски свинины с перетоптанной картошечкой. Ну, кусочки все равно есть, просто они не одинаковые, они такие, как бы, сельский вариант. Это сельский, понимаете? Ребята, и уже пора выкладывать все из сковородки, всю колбасу туда. Раз, 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 раз. Видите, какая красота. Там разгонять ничего не надо, там сразу же все кипит. Там уже до этого кипело, и тут все кипело. Поэтому сейчас практически сходу заливаем закваску в кастрюлю. Вот какая красота, посмотрите! Просто такой запах. И вот овощей из баночки моих. И колбаска вот эта вот вареная. Ну, все, короче, такой запах замечательный. Так, заливаем нашу закваску. Вот. Ставим на большой огонь. Разгоняем. А вот здесь вот у меня... Вообще, это такая интересная штука. Я ни разу это не пробовал, если честно. И жур я варю первый раз. Я осознаюсь. Пробовать пробовал, а варить не варил. Смотрите. Сливки, они стали густые. Там хрен. Горчица, соль и дробленый перец. И вот я сейчас хочу это, все это дело, как бы попробовать. Понимаете? А, еще укроп там, зелень. Это круто, ребята. Это круто. Это можно использовать в приправе подливы к мясу прямо. Это круто. Ложку туда не тыкаем. Чистыми ложками. Совсем забыл. У нас же здесь журок докипает. Родственник нашего жура. Сейчас будем делать презентацию. Поэтому смотрите на ближайших выпусках. Выпуск с польским журоком. И чем они отличаются. Заставочку. Вот, все, закипело. Вот эта белая пена, она со временем должна уйти. Это нормально, когда вот тут идет такая вот белая, ну, не очень красивая пена. Это, в принципе, хорошо даже. Это же там просто изображения были, и все должно как бы воссоединиться, все уйти. Мы снижаем температуру нагрева. Надо обязательно, так как там есть мука, кусочки муки и заправки, нужно вот этой плоской лопаткой снизу дно немножко шкрябать, назовем это так, чтобы у нас, ну, большие куски там не соображались. Несмотря на то, что я перекинул все через щиты, я все-таки ложку муки-то ржаной туда вывалил. Прямо с горкой. Что касается вот этой штучки, вот этой заправки, она сама по себе является отличной штукой для подливы. Это для вареных, курицу, свинину, даже говядину. На такие вот томленые, в фольге сделанные вещи, вот эта с подливой, я думаю, точно пойдет. Поэтому вот отдельный рецепт в составе жура, отдельный рецепт, вполне нормально будет уходить она и в качестве составляющего подливы. Вот она чуть-чуть так свернулась, допустимо. Хрен и там, и там. Хрен в Германии, в Австрии используется очень часто в приправах, вот этих колбасках. И мюнхенские с хренами едят, и австрийские все колбаски едят с хреном, горчицей. Поэтому тут, конечно, хоть это и Белоруссия, и наши ближайшие братья-славяне, но до запада там рукой подать. Я на запад ездил через Белоруссию сто раз. Культура туда, естественно, она перемешалась. И вот этот хрен, и горчица с колбасой вот с этой, вот это все. Это все очень даже круто и здорово. Вот такая вот история. Ну, история-то надо понятна, что граница шаталась вот так вот туда-сюда. И одно время и часть Польши была нашей, это еще при царях. То есть и сюда граница, то есть вот это вот порубежье, оно всегда, граница передвигалась. Вот, и поэтому, соответственно, и культура вся перемешивалась, все двигалось и так далее. Но на соседней плите, я уже говорил, стоит журок у нас, и польский журок. То есть по две разные границы, белорусский жур и польский журок. Выпуски выйдут ни один за другим, поэтому, если вы смотрите сейчас выпуск с журом, то ищите или ждите, соответственно, выпуск с журоком. А сейчас мы будем готовиться к подаче нашего жура. А до этого я сказал журока, потому что перепутал все. Жур, журок. А слово журавль, наверное. Как вы думаете, от какого слова журавль? Там же журавлей много. Нет, там аисты в основном. Журавли-то у нас. Ну, в общем, если вы знаете ответ на этот вопрос, напишите, пожалуйста. Ставьте лайки. Я уже приловчился, ребята, уже без полотенец ношу прямо так. Кастрюли не изменились, ничего не изменилось. То ли, может, у меня уже все. Я скоро руками буду все обжаривать. Сковородки вот так вот брать и обжаривать. Вот. Ношу уже без тряпочки, если кто заметил. Так, наших братьев ближних, белорусов, суп. Я так вот, как магистр йода такой говорю, принес я сейчас здесь. Вот. И накладывать буду я сейчас наш суп, потому что он готов. Понимаете? Вот попробуйте, повторите. Теперь за мной вот в таком порядке, в каком-то вывернутом слова. Я смотрел просто с детства «Звездные войны». Я могу так даже говорить, представляете? Я могу шпарить и так говорить. Иногда я говорю так в блоге, но что-то я никто не замечаю, что кто-то реагирует на это. Но я сейчас скажу, что суп жур готов. О, красота. Я уж прям вспотел. Он-то столько энергии и добра идет от этого супа. И от меня, естественно. О, ну что ж, как вкусно пахнет-то. Ну что ж такое-то, а? Ну что ж так все вкусно-то, а? А? Как у меня Мишка сидит такой, а-а-а-а-а-а. Девять месяцев прям, а-а-а-а-а-а. Вот так вот. Сидит, сидит, играет, играет, потом такой, а-а-а-а-а-а-а-а-а. И дальше играет. Я думаю, что, мам, что это было? Вот он прикалывается так. И я тоже такой буду, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Давайте возьмем из Мишки, из Мишкиного этого прикола тоже такой. А сейчас мы приготовим там такой-то суп. Какая-то эмоциональная у него вспышка, видимо, идет в какой-то момент, я не знаю, что. Ну что, украшаем укропом. Обязательно яйцо, половинку яйца. Красота. Вот, две половинки яйца. Чуть-чуть можно положить маслица. Ну, буквально так, чуть-чуть. Вот так вот, акцентик небольшой, пусть будет. И на хлеб я возьму, для пробы сделаю горчицы. Приступим к пробе. Этот выпуск вы смотрите, премьера будет наверняка во второй половине декабря. Все, кто подписался на меня в инстаграме, уже видят этот выпуск, ну, или часть выпуска, или презентацию, или раскрываем мы секреты любого выпуска, который снимаем уже в день съемок. Поэтому переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на мой инстаграм. Ну, или на фейсбук. На фейсбуке, правда, там уже почти нет места. Поэтому в инстаграме там ограничений нету. Подписывайтесь, переходите туда. И наши выпуски или презентации смотрите заранее. А сейчас я буду пробовать наш жур. Блин, непростой такой. Так, что здесь у нас? Закваска кислит, все хорошо, значит, добрались. Картошка нормально чувствуется. Колбаски легли. Да все, в общем, после третьей ложки все раскрывается. Класс. И колбаски, все прямо, ну, очень. Все в тему. Ребят, у нас все получилось. Ел много раз, а вот готовил первый раз. Но все понятно, все четко. Все здорово прямо. Яйцо обязательно. Горчица, хрен. Все правильно сделали. Укропы, все специи, которые тут есть. Все четко. Очень гармонично. Ну, не зря это национальное блюдо наших братьев. У меня же молва отнялась. А последнее время, когда снимаю очень вкусно, я все начинаю даже заикаться. И все. Наших братьев-белорусов. Всем, кто живет в Беларуси, всем белорусам. Большой, огромный просто привет. Привет, готовьте по этому рецепту. Всем остальным. Ну что, ребята, знакомьтесь с национальными кухнями. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пожалуйста, поделитесь со своими друзьями. Пусть они тоже, ну, разнообразят свою кухню. Потому что, вот почему я взял супы? Потому что в супах, ну, прямо концентрирована вся кухня. Видите, сегодня здесь есть. И колбаса. Есть? Есть. Заправка, хрен, горчица. Ну, то есть, какое-то такое дружеское, теплое, обалденное. Прямо вот такое, как бы, хоть это сказать, сборище, собрание даже. Вот. Доведенное до совершенства прям. Ну, все сказал. До свидания. Всего хорошего. Спасибо за внимание. Приходите еще. Продолжение следует.